Вкратце расскажу два слова о поселении. Поселение Викторовка-1 является античным памятником наиболее раннего этапа креческой колонизации Нижнего Побужья. Было основано оно в первой половине VI века до новой эры и происшествовало до конца I-IV-V века до новой эры. Оно географически находится на территории Березанского района Николаевской области. Лимановский сельский совет находится на правом высоком берегу Березанского лимана в 3 километрах севернее от его устья и в 300 метрах южнее, чем село Викторовка. Работы на поселение впервые были организованы в 1949 году Михаилу Федоровичу Амбултенко из клана Ивановной Копуши. И спустя длительный промежуток времени, в 2012 году, работы на поселение были возобновлены Николаевской аркурийской экспедицией, Викторовским ее отрядом. Крайние три года работ на поселение мы посвятили исследованию уникального для нашего региона культового комплекса. Он представляет собой ритуальный зольник, то есть это огромный кофлован, искусственно выкопанный в материковой глине, для сброса ритуальной золы, которая образовывалась вследствие перегорания жертвенных приношений разнообразных. На сегодняшний день, в 2016 году раскрыта основная часть вот этого котлована, и поэтому мы сегодня можем следить о основных его конструктивных деталях. Так, этот котлован состоял из центрального котлована, размерами приблизительно 4 метра, и внешнего приступа. Множество ям, подпоек, ступенек, и всего этот котлован занимал окруженность приблизительно 20 метров в диаметре. Связь между центральным котлованом, внешним приступом и древней дневной поверхностью, осуществлялась с помощью ступенек. Но самый большой интерес здесь в том, что при исследовании котлована нами были найдены более древние погребения. То есть котлован, этот зольник, был сооружен, видимо, не случайно, на месте более древнего погребального комплекса эпохи бронзы. Всего нами были зафиксированы 7 погребений, 3 из которых парные. Все они безинвентарные и инвентарные, но погребения, которые имеют сопровождающие материалы, это детское погребение, в котором были обнаружены 2 сосуда, амулет из камня и 3 челюсти собак, которые мы датируем эпохой бронзы. Причем, что характерно, что копая котлован, древние греки не разрушали погребения, на которые они наталкивались, и их осторожно обходили, оставляя их на своеобразных приступках. Именно эти приступки и формируют такую замысловатую форму данного котлована. Эти скелеты сами по себе тоже очень интересны, потому что на них мы видим явные следы повреждений. Это и колотые, и рубленные раны, и расчленения. Назад можно? Да, вот видно, в нижнем ряду слева кости вообще уложены пакетом, то есть это полное расчленение. Следующие два скелета, они обезбавлены, и, может быть видно, у одного скелета вырезаны коленные чашечки, и выложены сзади колен, у другого перегома ноги, и рух. То есть это следы так называемого обряда обезреживания, который был проведен над данными погребаниями. Можно дальше? Ну и вот некоторые примеры костей со свиданием в урожении. Ну и что касается находок. Находки в данном зольнике концентрируются гораздо сильнее, чем на слоях поселения. Всего за три крайних года работ на этом участке в этом зольнике было найдено более 9 тысяч предметов и около полутора тысяч костей животных. Большинство этих предметов носят на себе следы прямого воздействия огня, что еще раз подтверждает то, что это были какие-то жертвенные приношения, которые сжигались, и вследствие этого священная зола сцепалась в этот зольник.